Гибридная кошка, которая представляет собой несколько уменьшенную копию гепарда. Кошачья порода саванна появилась в результате случайного скрещивания сервала и домашней кошки в 1986 году в США, дело было так. Одна достаточно известная в своих кругах заводчица Джуди Фрэнк, которая давно занималась разведением кустарниковых кошек, решив обновить кровь своих питомцев, взяла для вязки у своей знакомой самца сервала. У животного все прекрасно получилось, но вместе с породистыми кошками сервал покрыл и домашнюю кошку заводчицы. Единственного котенка, который родился после несанкционированной вязки, Джуди отдала в качестве благодарности Сьюзи Вудс, той самой знакомой, одолжившей сервала. Кстати, именно она и дала котенку кличку Саванна. Сама Сьюзи не являлась профессиональным заводчиком, что, впрочем, не помешало ей провести эксперимент по скрещиванию саванны со своим домашним котом и даже написать несколько статей на эту тему. Эксперименты экспериментами, но основной вклад в развитие породы все-таки был внесен другим человеком, Патриком Келли. Мужчина, который давно интересовался экзотическими кошками, приобрел котенка у Сьюзи Вудс и привлек к разведению новой породы опытную заводчицу бенгальских кошек, Джойс Сроуф. Уже спустя десятилетия кропотливой работы, в 1996 году они представили Интернациональные ассоциации кошек, Тика, новых необычных животных, с уникальным леопардовым окрасом. Официально породу Саванна зарегистрировали и признали в 2001 году. Что же касается заводчицы Джойс Сроуф, то она получила статус основательницы элитного кошачьего клана и мировую известность. Если верить рекламе, то гены дикого африканского родственника Саванны, сервала в этих кошках просыпаются довольно редко. Стоит ли полностью доверять подобным заявлениям, это личное дело каждого. Однако не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что любые кошки, это все же хищники, а Саванны, по известным причинам, хищники вдвойне. Как показывает опыт, Саванны являются обычно вполне дружелюбными домашними питомцами, но при этом весьма игривыми и активными. Поэтому владельцам, видящих в них только диванных подушек, эти кошки точно не подойдут. Одно из важнейших качеств Саванны – страсть к доминированию. Эта черта была унаследована ими от диких предков и несколько смягчилась с примесью крови домашних кошек. Стоит заметить, что эта страсть может быть успешно нивелирована стерилизацией. Давно замечено, что кошки после этой операции становятся куда терпимее и спокойнее. Особенно этим грешат осы биуровней F1 и F2. Поэтому для семьи с детьми лучше подойдут гибриды F3 или F4. Владельцам, желающим ласкать и тискать своего питомца, тоже лучше подойдут последние. Кошки Саванны не жалуют одиночества, поэтому надолго оставлять одних их нежелательно. И если, конечно, потенциального владельца не пугает перспектива однажды вернуться в полностью разгромленные жилища со сцарапанными стенами и испорченной мебелью. Также Саванны нередко бывают злопамятны, поэтому обращаться с ними желательно намного более уважительно, чем с другими кошачьими породами. Кошки уровня F1 достаточно негативно относятся к незнакомцам, о чем чаще всего предупреждают их громким ворчанием и шипением. В отношениях с владельцем серваловские гены проявляются не так ярко. Еще несколько весьма характерных черт Саванны – выбор одного хозяина, собачья верность ему и практически полный игнор в отношении других членов семьи. Саванны – это очень активные кошки. Они практически никогда не будут лежать на диване, потому как очень любят бегать и прыгать. По этой причине наличие игрового уголка и большого количества игрушек им просто необходимо. В противном случае могут сильно пострадать стены, шторы и мебель. Ашоры совершенно не боятся воды. Они с большим удовольствием плавают и играют в водоемах. Саванны – очень самостоятельные и самолюбивые кошки. Они не любят, когда их долго гладят, обнимают и тискают. Особенно нетерпимы к проявлению ласки особи уровня F1. Эти кошки очень привязываются к своему хозяину, выбирают одного на всю жизнь и всячески демонстрируют ему свою верность. Сложнее всего подаются воспитанию гибриды уровня F1, поскольку они являются сервалами наполовину. Содержать таких саванн лучше всего в частном доме в специальном вольере, а не в квартире. Что касается дрессировки, то ашоры вполне сообразительны и умны для того, чтобы понимать и исполнять команды, предназначенные для собак, апорт, камни, сидеть и прочее. Благодаря генам сервала, саванны – прекрасные охотники, буквально одни из лучших. По этой причине они иногда могут отачивать свои охотничьи навыки на хозяине и других членов семьи. Отучать питомца от этой вредной и достаточно опасной привычки желательно с младых когтей частыми прогулками, играми и приобретением достаточного количества разнообразных игрушек. Котята саванны, предназначенные не для разведения, обычно стерилизуются заводчиками в питомниках еще до факта совершения продажи. Делается это для того, чтобы минимизировать риск от несколько дикого нрава этой породы. Плюсы и минусы той или иной породы явлений достаточно субъективные, но несомненно стоящие того, чтобы подробно с ними ознакомиться и запомнить все самые важные моменты. Достоинство, экзотическая внешность и красота, любопытство, ум, сообразительность, почти собачья преданность одному хозяину, способность к обучению и дрессировке, крепкий иммунитет, уживчивость с другими домашними животными. Неприхотливость в уходе, нетребовательность к питанию, быстрая адаптация к новым условиям жизни, недостатки, крупный размер, самолюбивый и своенравный характер, дороговизна, активность и подвижность, необходимость ежедневных длительных прогулок, представляют опасность для очень маленьких детей. Для поддержания здоровья и активного мышечного тонуса, саваннам очень показаны ежедневные прогулки на свежем воздухе, особенно если питомец живет в квартире. Ведь только на улице у животного появится возможность вдоволь побегать, попрыгать, поиграть и таким образом выплеснуть излишек энергии. В теплое время года саванны совсем не прочь поплавать и порезвиться в водоемах, что не так уж и свойственно семейству кошачьих. Что касается содержания, то саванны, особенно гибриды F1, куда лучше себя чувствуют в загородном доме, нежели в квартире на каком-то этаже. Вообще идеально, если животное будет жить в специальном вольере. Понятное дело, не у каждого хозяина есть загородный дом, поэтому в квартире можно обустроить питомцу специальный игровой уголок. Тем более, что в зоомагазинах таковой можно подобрать на любой вкус и кошелек. Продолжение следует...